Каждый год после регостала реки, пруды и озера начинают наполняться целыми водами. Быстро поднимается уровень воды в реках и тугие мутные потоки набирают неистовую силу. Вместе с палатком прилетают птицы, лес начинает наполняться суетой и певчим переливами. Жуя это деревья, пробиваются первые цветы, набухают почки и воздух полнится ароматом жизни. А вместе со всем этим обилием жизни просыпаются и насекомые. И как-то не прискорбно, но с комариками и мошкой еще как-то может смириться. А вот клещи несут с собой ряд очень серьезных заболеваний. Таких как клещевой энцефалит, болезнь лайма, пятничная лихорадка и еще целый букет очень неприятных болячек. Поэтому я настоятельно рекомендую обрабатывать одежду и снаряжение какой-нибудь ядовитой мазью против этих неприятных ползучих гадов. Но вместе с такими страшными насекомыми просыпается и рыба в водоемах. И повинуясь своему первобытному инстинкту, устремляется из водохранилища в реке. А в глухих озерах идет на мелководные поймы. На нерест устремляется елец, платва, окунь, лещ и многое другая рыба. И среди рыбаков это время называется ходом. И как правило самый распространенный вопрос, эта рыба-то пошла. Как правило самыми первыми ласточками является и елец, и платва. Именно за этой рыбой мы сегодня с вами и прибыли. На реке уже очень большое количество рыбаков, все караулят ход рыбы. Кто-то ловит на донки, кто-то любит смотреть на поплавок. Отдельной кастой сидят фидермены. Ну а мы сегодня с вами будем рыбачить на самую огненную снасть, на маховую удочку с боковым кивком. Именно такая оснастка позволит нам облавливать особо крепкие места и уговаривать самую приередливую рыбу. Ну а пока я иду до заветного места, посмотрите на окружающую красоту через объектив моей камеры. В общем, на прошлом видео при монтаже я заметил то, что очень плохо видно. Это момент поклевки. Поэтому решил в этот раз попробовать поставить вот такие вот кивки большие. И было бы здорово, если бы в конечном итоге на монтаже было хорошо видно поклевку. Но попробуем на них ловить. Если не понравится мне, как они будут работать, тогда поставлю уже свой сторожок самодельный. И буду уже в привычном режиме ловить и искать рыбу. На прошлом месте рыба совсем никак себя не проявила. Пришел еще Саша. И сейчас мы решили пойти немного вниз по течению. Попробуем найти какое-нибудь интересное место. И Саша еще расскажет про свою лудочку новую. И про оснастку, которой он пользуется. Пару штук в конце тяги. Пару штук в конце тяги? Ну. Без подсадки на пустышку, да? Нет. На силиконовую. Силиконовую эту самую шарик, да? Нет. Ясно. Саша, что у тебя за удилище? Как называется? Удилище называется Кайдовый Волтех. Медиум. 6 метров заявлено. 5,90. Использую первый сезон. Первую рыбалку можно сказать. Монтаж у меня с катушечкой. Мне так больше нравится. Я больше к этому привык. Значит, просили сделать как-то сравнение между моей удочкой Кайда Фортекса и удилищем Кайда Левел Тек. В общем, удилище Кайда Левел Тек, оно в размере 6 метров. По сравнению с моей 6-метровой удочкой, оно на 20 грамм тяжелее. Но удилище идет намного более жесткое. И я так полагаю, что запас прочности у нее чуть-чуть побольше. Ну и плюсом ко всему, с этим удилищем Кайда Левел Тек, с ним проще рыбачить в ветер. То есть, его практически не гнет. То есть, иногда бывает удилище выдвигаешь, порыв ветра и его прямо начинает загибать. Здесь такого практически нет. Отсутствуют такие явления, Саша? Ну, судя по тому, что первая рыбалка проходит, немножечко дует ветер. Не сильно оно есть. Никакого дискомфорта я не ощущаю. Как тебе задавать проводку с этим удилищем? Все движения руки четко передаются. Никакого дисбаланса нет. Удилище само по себе, как лапша, не пляшет. Прекрасно. Но, как бы, наверное, поэтому это и идет, топовая линейка у Кайда, правильно? Ну, о том, что она топовая, узнал только сегодня. Ну, вот. Значит, удилище Кайда Левел Тек, это топовое удилище от Кайды. У меня удилище Кайда Фортекса. И при длине 6 метров весит 175 граммов. Но, я бы не сказал, что оно лапшеватое какое-то, еще что-то в этом духе. Оно достаточно быстрое. Я бы, наверное, рассказал, что это строй у удилища Кайда Фортекса. Идет медиум фаст. То есть, я могу достаточно быстро подсекать. Но, в то же время, если я прям сломя голову подсеку, то я все-таки не оторву там губу сорожки. Я смогу ее более-менее нормально подсечь. Я думаю, что такое небольшое сравнение, которое мы сейчас провели, позволит вам как-то, может быть, определиться со своим собственным выбором. Но стоит отметить то, что на данный момент времени, если выбирать удилища для ловли на кивок и выбирать удилища хорошее, то, скорее всего, вы выберете Кайду. Потому что в данный момент времени по соотношению цена-качество – это удилище самое лучшее. Возможно, есть какие-то еще удилища другие, гораздо более лучше. Просто мы живем в провинции, в глубинке. Магазинов рыболовных у нас мало. И выбор там очень скудный. Мы просто взяли, вот три магазина есть в городе, и все их объехали. Все удочки, которые более-менее подходят под наши запросы, мы их все потрогали, пощупали, потрясли. Ну и остановили свой выбор именно на этих удочках. В общем, как вы уже заметили, поставил я изначально вот такой вот торожок, для того, чтобы его было лучше видно на видео. Но как-то мне не особо сильно нравится его работа. Поэтому сейчас я переставлю сторожок и поставлю слой из бутылки Маун Дин Дю, потому что с ним мне как-то более комфортно рыбачить. Маун Дин Дю 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 Немного я перекусил, закинул сюда, в эту заводежку, немного прикормки. Буду надеяться, что рыбка сконцентрируется и начнет клевать. вот наедреный глаз опять. поклевочки такие прям очень-очень осторожные. ну, что-то все. Продолжение следует... 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 Платунька! Ого! Красавица! Ор ACТ. Вчера измерúblicы Оркаться с pistойющей стулькойeta. Вайт. Оркаться с и Tube. Не забывайте заглядывать в мой инстаграм Туда укладываю фотографии с рубалок Которая проходит Подошла к завершению наша сегодняшняя рыбалка Однако поймали рыбу именно ту, за которой ехали Поймали немножко плотвы Рыбка не крупная Ролил сегодня едой на глаз Поклевки сегодня были очень робкие Очень быстрые Поэтому приходилось прям молниеносно подсекать Ну и соответственно Процент реализации был невелик Однако следует отметить То, что рыбалкой я очень доволен Надышался свежим воздухом Насмотрелся на красоту природы Надеюсь, окружающая красота пришлась вам тоже по вкусу Ну и у меня на этом все Увидимся с вами В следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok